приветствую друзья на библейском портале экзегет ответы на ваши вопросы встречаю в духовной литературе что не стоит предаваться мечтаниям о каких мечтаниях идет речь о тех самых мечтаниях которые являются результатом нашего спас нашей способности к воображению люди очень увлекаются этой областью тем более подогретый интернет возможностями где всякие иллюзорные миры представляются в не просто в мечтании а в определенной условной видимости или слышимости и этим удобно заражается душа и ее мечтательность становится безграничной эта мечтательность подменяет реальность человек строит воздушные замки или какие-то сериалы со своим активным участием в них и наконец бывают для него область собственных фантазий воображения приобретает большую реальность чем подлинная окружающая его жизнь настолько искренне и без безраздельно он увлечен миром собственного воображения что же такое воображение святитель феофан затворник называет это совершенно черно рабочей стороной души это вовсе не то средство которым например постигается бог или благоустраивается жизнь это способность души производить какие-то фантазии нечто формировать вот там в умном мире именуется черно рабочей именно потому что в ней отражается тот самый беспорядок который присущ человеческой поврежденной душе беспорядок это значит греховное влияние человеческих страстей тем и опасные мечтания что они являются продолжением той самой поврежденной души которая нуждается в преображении от благодати божией производимом а люди увлекаемые и увлекающиеся своими собственными фантазиями воображениями они незаметно погружаются в некоторый духовный яд источаемый своей собственной душой еще не умея различать добро от зла и действия страстей своей собственной душе они свои вам своими воображениями как бы но не материализуют но живописуют те болезни душевные которые не умеют отсечь не умеют уврачевать не умеют оплакать не умеют приложить к ним врачество божьей благодати очищающий преображающий а находится в плену вот этих самых образов причем образ это могут быть и самыми что ни на есть возвышенными представляться может быть и сам господь и какое-то таинственное бытие при святой троице а вот и богородица а тут и святые а тут и я среди них и во всей этой чернорабочей способности воображения будет торжествующая прелесть самообман человека который создав эти воздушные мнимые царства и дворцы найдя еще среди них и для себя любимого какое-то высокое место на самом деле оказывается у глубокой яме прелести самообмана и в результате неисправимый неисцелимый духовной болезни ведущей к совершенной погибели потому призваны мы и во время молитвы и во время какого-то своего бодрствования при работе ли при путешествии при чтении глаза как пишет Александр Сергеевич Пушкин за строчками над строчками скользят а мысли далеко мысли вьют какую-то пряжу как писал Август Стринберг Игмар Бергман цитировал в конце одного из своих великих фильмов Фанни Александр Августа Стринберга все возможно и все вероятно времени пространства не существует на крошечном островке реальности воображение ткет свою пряжу и вышивает затейливые узоры ну это такая не как цитата священная приводится а именно как торжествующее в жизни многих воображение которое заменяет реальность и становится новой реальностью для человека и иногда погибельный даже часто погибельный если человек не имеет трезвения не имеет навыка разгонять эти наваждения воображение молитвой Господи Иисусе Христе Сыне Божий помилуй меня грешного именно эти слова согреваемые чувством способны разогнать всякое враждебное нашествие и вот это художественное воображение которое будет дезориентировать человека обманывать его манить увлекать порабощать трезвением называется как раз наша воспитанная со временем внутренняя способность не увлекаться порождениями собственного воображения не положительными не отрицательными отрицательные образы это вообще преподобный Исаак Сирин представляет верхом безрассудства так пишет если верхом добродетель является имея перед собой например враждующего на тебя и гневающегося человека не возбуждаться гневом не отомщать ему злом за зло то верхом нечестия будет даже не имея перед собой источника соблазнов соблазнов от собственного воображения возбуждаться плотской похотью и разгорячаться нечистыми желаниями вплоть до осквернения не имея перед собой очевидного соблазна а только в своем собственном распущенном воображении создавая для себя предмет или повод для падения плотского из этого самого воображения так что область это действительно непростая область это есть поле битвы именуемой невидимой бранью и адресую вас к книге преподобного Никодима Святогорца именно с таким названием которое помогает быть хорошо защищенным и вооруженным в этой невидимой брани и не стать жертвой собственного воображения внести свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео